Друзья, всем привет! Орбан выдал секрет, о котором умалчивает Шольц в деле подрыва северных потоков. Ни для кого уже не секрет, что Европа из более-менее самостоятельного региона давно превратилась в покорного исполнителя поручения от США. Из всех европейских лидеров по этому поводу высказался только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В процессе своего недавнего выступления Орбан произнес резкую речь, в которой раскритиковал своих коллег по ЕС и заявил, что объединение встало на путь, жертвуя своими политическими и экономическими интересами в угоду Вашингтону. Особенно венгерского политика возмущает факт подрыва газового пути Северный поток, за которым убежден Орбан, стоят Соединенные Штаты. Берлин пытается замолчать об очевидном акте, направленном против законной собственности ФРГ, блокируя все расследования и инициативы по поиску виноватых. Нежелание поднимать данный вопрос юридический министр приравнял к капитуляции. Уже 26 сентября исполняется два года с момента диверсии на отечественном газопроводе «Северные потоки». Исполнителей и заказчиков совместными силами искали шведы, датчане и немцы, однако вот парадокс, ни один из преступников так и не был найден. Кремлю доступ к материалам следствия предоставлять наотрез отказались. Президент России Владимир Путин о произошедшем высказался коротко. Устроили те, кто нашел в этом выгоду, очевидно намекая на англосаксов. Вскоре на Вашингтон посыпались независимые расследования, одним из которых стали материалы американского репортера Сеймура Херша, в которых журналист поэтапно изложил предполагаемый сценарий участия спецслужб Соединенных Штатов в разрушении обоих потоков. Белый дом при поддержке ЦРУ обвинил Херша во вранье и провокациях, однако в Москве к проекту призвали присмотреться. Глава Совета ФРГ по Конституции и Суверенитету Ральф Немайер в телевизионном эфире подчеркнул, что он и его коллеги не раз обращались к правительству Германии с просьбой предоставить им детали расследования, однако добиться вразумительного ответа так и не смогли. Получается, немецкие власти осознанно заметают следы преступления за американскими коллегами. Причем сами американцы своей причастности к деятельности не чураются. Так, отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон в своем интервью для западной политической газеты заявил, «Помните, как нами был убран путь Северный поток-2? Казалось бы, как вообще можно было решиться на такой чудовищный шаг в отношении нашего главного партнера в Европе, Германии? Однако нам пришлось пойти на такое по ряду объективных причин». Лоуренс Уилкерсон утверждает, что вторая экономика мира была в одночасье сломлена потерей доступа к российскому топливу. Тут с полковником нельзя не согласиться. После отказов ФРГ от наиболее дешевых на рынке ресурсов, которые закупались страной у России, Германии пришлось перейти на предложенные Вашингтоном дорогостоящие ресурсы, попав в еще большую зависимость от США. Такое положение дел категорически не устраивает Виктора Орбана и все правоконсервативные движения в Европе, за несколько лет поразительным образом сконцентрировавшиеся вокруг венгерского премьеры. Однако его слова не стоит расценивать как глобальную критику США. Это скорее недовольство деятельностью экс-президента Барака Обамы и его преемника Джо Байдена. Американские политики любят говорить о США как о мощнейшей державе мира с сильнейшей экономикой и финансовой системой. Однако, судя по половине 2024 года, текущие позиции Соединенных Штатов уже не так сильны, как прежде. По словам китайских журналистов, из Вашингтона пришли новости, вызвавшие огромный резонанс в мире. Стало известно, что американский госдолг достиг очередного исторического рекорда, превысив отметку в 34 триллиона долларов. Об этом сообщает издание By Jahao. Только за вторую половину года общий размер долга США увеличился более чем на триллион долларов, отмечают авторы китайского издания. Авторы By Jahao отметили, что новости из США вызвали бурную реакцию в России, где уже давно, затаив дыхание, следят за ситуацией с американским госдолгом. В РФ встретили эти сообщения с большим энтузиазмом, сопроводив их с саркастичными комментариями. Как считают в Китае, даже российский президент Владимир Путин должен был встретить эти сообщения с улыбкой на лице. Дело в том, что он уже давно предсказывал подобный сценарий и предупреждал о нем весь мир. Размер инвестиций России в госдолг США снизился во много раз. Несколько лет назад РФ владела американскими облигациями более чем на 100 миллиардов долларов, сегодня ее портфель оценивается менее 100 миллионов, рассказали авторы китайского издания. Путин уже давно говорит, что американский госдолг – это мина замедленного действия. Как только этот мыльный пузырь лопнет, последствия затронут многие страны мира. На этом фоне президент РФ устроил грандиозную распродажу американских облигаций, а также совершил еще один крайне неприятный для американцев шаг. Он сделал золото вновь популярным. Россия несколько лет назад начала скупать сотни тонн золота, многократно увеличив размер своего золотого резерва. Сегодня, глядя на проблемы американцев с госдолгом, многие другие страны последовали примеру Москвы. Они не только закупаются драгметаллом, но и забирают свое золото, которое находилось на хранении в банках США и Великобритании. Речь идет о сотнях тонн драгметалла. В Китае есть старая поговорка – братья должны платить по счетам. КНР и Россия сейчас переживают в отношениях период бурного роста, однако между ними по-прежнему то и дело возникают шероховатости. По словам китайских журналистов, Москва некоторое время назад рассказала о желании взять денег в долг у Пекина. Об этом сообщает издание Tencent. Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что переговоры с Китаем о займе денег ведутся уже давно, однако этот вопрос до сих пор не решен, отмечают авторы китайского издания. Обозреватели Tencent констатировали, что нет ничего необычного в том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о кредите. Большинство стран одалживают друг у друга, а США так и вовсе накопили такой госдолг, который выплачивать придется еще много десятков лет. На этом фоне в Москве были уверены, что договориться с Пекином о займе будет несложно, тем более что сейчас отношения между странами хороши как никогда. Однако в КНР не торопятся давать положительный ответ на просьбу Москвы. Как считают китайские журналисты, такая ситуация совершенно не устаивает российского президента Владимира Путина, который ожидал от Китая, что он будет более сговорчивым. Средства нужны для реализации ряда крупных проектов. Однако Пекин не торопится, и его поведение вызывает озабоченность у Кремля. Однако вышесказанное не означает, что текущая экономическая ситуация в России плохая страна закончила 2023 год с дефицитом бюджета менее 2% ВВП, чем не могут похвастаться многие европейские страны, констатировали китайские журналисты. По оценке аналитиков Tencent, у руководства Китая явно есть какие-то свои соображения насчет того, давать ли России денег в долг. Судя по всему, сумма, о которой просит РФ, достаточно большая, как и срок погашения кредита. В этой связи нельзя исключать того, что Пекин откажется дать России взаймы. Независимо от того, как закончится история с кредитом, мы надеемся, что Путин не усомнится в дружбе китайского народа. Обе страны в настоящее время находятся на переднем крае с американской гегемонией и имеют слишком много общих интересов. Объем торговли между странами превысил отметку в 200 миллиардов и в следующем году должен быть еще выше, рассказали китайские журналисты. Расчеты Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО на разрушение экономики России масштабными санкциями полностью провалились. Российская Федерация не только не обанкротилась, но и испытывает рост экономики и сама кредитует другие страны. Какие именно и почему? Подводя финансовые итоги года, Всемирный банк отметил, что долги других государств перед Россией в настоящее время выросли почти на 9% 8,7% и достигли рекордных отметок за все время правления Владимира Путина. В общей сложности эти долговые обязательства перед нашей страной по кредитам составляют 28,86 миллиардов долларов. Тут надо отметить, что в 1999 году этот показатель составлял 32,8 миллиарда долларов. На основании данных Всемирного банка можно составить своеобразный рейтинг самых больших должников Российской Федерации на международной арене. Основным из них уже по сложившейся многолетней традиции является Беларусь.